Всем привет! Добро пожаловать на канал интернет-магазина парфюмерии и косметики Рендеву. Меня зовут Инна и сегодня мы поговорим о повседневных женских ароматах. Что же такое повседневные женские ароматы? Для меня это ароматы, уместные в любой ситуации. Ароматы, которые не будут мешать ни вам, ни окружающим. В них можно пойти на работу, на учебу, на свидание и на прогулку. То есть это такие универсальные ароматы, которые являются парфюмерной базой. Сегодня я приготовила для вас подборку из 8 таких ароматов, ссылки на которые вы можете найти в инфобоксе. Все эти ароматы можно приобрести в интернет-магазине Рендеву. И первый парфюм, о котором сегодня пойдет речь, это, пожалуй, самый базовый и универсальный парфюм, который только существует. Это Байреда Бланш. Его название переводится как «белый» или «белейший», и в идее создания этого аромата – белый цвет. Автор хотел создать что-то похожее на белый цвет, что-то такое же чистое, непорочное и универсальное. Бен Горхам посвятил этот аромат своей жене. Дело в том, что она совершенно не любила парфюмерию, и он хотел создать что-то, что ей понравится. Байреда Бланш – это аромат чистоты. Не зря его так называют. Это аромат про альдегиды и цветы. Из цветов ярче всего ландыш и фиалка. Но по факту этот аромат именно пахнет чистотой. Он пахнет свежевыстиранным бельем, морозным воздухом, кондиционером для белья и уходовыми средствами, которые мы наносим на себя после душа. Чистый и универсальный подойдет на те случаи, когда вы не хотите наносить на себя что-то яркое, а хотите просто фоновый парфюм. Следующий аромат, о котором пойдет речь в этом обзоре – это бюджетный представитель нашей подборки. А я постаралась в эту подборку включить именно ароматы разных ценовых сегментов. Бюджетный аромат, но при этом аромат, ставший парфюмерной классикой. Это Элизабет Арден «Зеленый чай». Аромат, выпущенный в 1999 году и популярный по сей день. У него очень богатая пирамида, в которой огромное множество разных нот. Но единственное, что хочется спросить, где все это, потому что по факту, по звучанию это очень простой и очень понятный аромат. Но, несмотря на свою простоту, звучит он элегантно и лаконично. Это аромат на тему зеленого чая, прохладного зеленого чая с имбирем и цитрусами. Статный, повседневный, универсальный, женственный аромат. Следующий парфюм, о котором пойдет речь в сегодняшнем обзоре – это парфюм от бренда «Ксержовка Самарати» «Дама Бьянка». Очень нежный парфюм, у которого есть красивая легенда, которая гласит о том, что французский офицер влюбился в молодую итальянку, но она отказала ему, потому что была влюблена в другого, более молодого юношу. И он же зазлился на нее, заключил ее в замок, в который только аромат ветров доносил запах цветов и фруктов. Парфюм про вкусный виноград или виноградное вино, в которое постепенно добавляют ванильные сливки. Помимо этого, в этом парфюме в базе раскрывается такая необычная нотка, как солод. Она придает аромату изюминку, она делает его необычным и ни на что не похожим. Очень мягкий женственный парфюм, он укутывает как шаль или как плед и создает атмосферу уюта. Следующий парфюм, о котором я хочу рассказать в этом обзоре – это еще один бюджетный представитель аромата бренда «Бракар» из их русской линейки «Русская княжна». Я не раз говорила эту мысль на своем канале и хочу повторить ее здесь, что ароматы из русской коллекции «Бракар» получились очень удачными. И долгое время они стоили недешево, но в 2021 году цена на них опустилась. Теперь эти ароматы стали доступными для всех и их можно купить по цене примерно 1500 рублей за 50 мл. Для этой цены они восхитительны. На мой взгляд, многие ароматы из этой линейки даже звучат гораздо дороже, чем стоят, но это уже приятный бонус. «Русская княжна» – это, пожалуй, самый повседневный аромат из всех. Для меня это аромат про ягоды с их кислинкой и сладостью, также про мягкую цветочную пудру и в базе раскрываются деревяшки. Это аромат про русскую княжну. На дворе век так 16-й, она сидит в деревянном тереме и попивает чаек с вареньем. Незавидна судьба девушек в 16-м веке. Через пару веков женщины будут даже править целой страной. А в 16-м веке остается побивать чаек, вздыхать и смотреть в окошко. Очень романтичный и повседневный парфюм. Следующий аромат, о котором пойдет речь в этом обзоре – это аромат от бренда Juliette Heisegan – Peer Ink. Вообще бренд Juliette Heisegan – это доступная ниша, при этом ниша очень по звучанию простая и понятная. Это те ароматы, которые не напугают ни подготовленные к нише носы. И поэтому, если вы хотите начать знакомство с нишей, начните именно с этого бренда. Звучание здесь именно нишевое, звучание необычное, но при этом ароматы абсолютно не пугающие. Peer Ink или корпорация груши – это аромат на тему груши, но груша здесь звучит очень акварельно. Это скорее грушевый лимонад или грушевые леденцы на базе из ноты парфюм от Juliette Heisegan. Взяли базу ноты парфюм, добавили грушу и получился аромат Juliette Heisegan Peer Ink. Очень универсальный, повседневный, легкий и воздушный. Следующий парфюм, о котором мы с вами сегодня поговорим – это аромат от бренда Mancera. И когда я слышу о бренде Mancera, мне никак не приходят на ум повседневные ароматы, потому что, как правило, ароматы от бренда Mancera, они такие громкие, они такие яркие. Но оказывается, у этого бренда есть также повседневные базовые ароматы. Например, Mancera Sicilia. Это аромат на тему цитрусов, но цитрусы здесь не раскрываются ярко. Нет ощущения абсолютно, что перед вами разрезают сочные свежие цитрусы. Нет, скорее это цитрусовые леденцы, мягкая фиалковая пудра на базе из деревяшек. И все ноты в этом парфюме звучат очень деликатно, очень корректно. По настроению он легкий, весенний и воздушный. Следующий парфюм, о котором я хочу рассказать, это аромат от бренда Atar Collection, Al Raihan. Это своеобразная интерпретация на тему африканского бала, но аромат, имеющий свои нюансы, за счет которых он становится индивидуальным. Если сравнивать эти ароматы между собой, то Al Raihan от Atar Collection, на мой взгляд, получился более сочным и может быть даже более интересным. Для меня это аромат на тему чая с лимоном, но нет ощущения, опять же, такого свежего лимона. Скорее, это кусочек лимона, который опустили в чай. Он отдал чаю свой сок, он стал таким мягким, полувареным. И этот лимончик сверху посыпают плотно с сахаром. В базе также раскрываются восточные сладости, рахат лукум, ванильная пудра и тарелка сочных экзотических фруктов. Очень приятный аромат, при этом хочется отдельно отметить его стойкость, его яркость. В этом аромате вы не останетесь незамеченными, при этом он остается универсальным и повседневным. И последний парфюм, о котором пойдет речь в этом обзоре, это парфюм от бренда Estee Lauder Iron Honey Cycle Mediterranean или Средиземноморская жимолость. Для меня это аромат про Средиземноморское побережье, на берегу которого раскинулся цитрусовый сад. Это аромат про белые цветы, а именно жасмин, апельсиновый цвет, горденью и жимолость. И также про цитрусы. Я чувствую разные грани цитрусов в этом аромате, и горчинку, и их кислинку. При этом звучат они деликатно и акварельно. И помимо всех нот, которые я назвала, в этом аромате чувствуется воздушность и какая-то очень приятная акватическая нотка. Она разбавляет все ноты и делает этот аромат влажным, делает его воздушным, как морской воздух. Звучит тонко, элегантно и очень сдержанно. Аромат, сдержанный в каждом аккорде. И на этом все. Наш обзор подошел к концу. Я рассказала вам про 8 женских повседневных ароматов. Пишите в комментариях, с какими из этих ароматов вы знакомы. Что вам нравится, что вам не нравится. И рассказывайте, как вы понимаете, что такое повседневный женский аромат. Какой аромат для вас является самым повседневным и самым универсальным. Ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на канал интернет-магазина Рандеву и на мой канал. Ссылку на который вы найдете в описании. Всем спасибо и до новых встреч!